Друзья, всем привет! Выход любого нового Xiaomi, Redmi или Poco добавляют определенные фишки в HyperOS. Они могут быть как новыми, но в каком-то другом соусе, скажем так, либо же в принципе они являются новыми. И вот как раз есть интересные фишки, о которых стоит вам рассказать, о которых не было еще информации на канале, и тому нам поможет с вами сделать Poco F6. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, как я уже сказал, что это Poco F6 новинка относительно недавнего времени, в котором есть интересные возможности HyperOS. Ну и также это у нас, грубо говоря, как вы из названия поняли, будет обзор обновления 1.0.4.0. И да, еще раз хочу повториться. Если у вас прошивка 1.0.9.0, не думайте, что она прям супер новая. Вообще, в принципе, как стоит понимать обновление, и какое там будет новое, а какое будет старое. Вы заходите в список изменений и тут смотрите, от какого месяца у вас обновление системы безопасности. Если у вас вот обновление 1.0.4.0 и обновление от мая 24-го, то у вас как бы то актуальная прошивка, и она является самой-самой новой именно для этого аппарата. Если же у вас там 1.0.9.0 и патч там от марта или от апреля 2024-го года, вы не думайте, что по цифрам она как бы то будет новее. Но это было такое очередное маленькое лирическое отступление. Что в целом вас может заинтересовать в новом обновлении? Это не просто там изменения циферок, это не просто там перестановка каких-то разделов. Вам интересно реально, что добавляется. Ну и первое, с чего мы с вами начнем в плане добавлений, это активное визуальное восприятие. Данная фишка характерна только для Poco F6, но это на данный момент, а также для Redmi Turbo 3, это китайский аналог Poco F6. Но я думаю, что в будущих и обновлениях, и с выходом новых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, данная фишка будет добавляться. И что же у нас данная фишка подразумевает? То есть устройство будет определять наше присутствие и выбирать более удобные варианты для разблокировки, так и для блокировки устройства. И да, это очень удобно. То есть не только, что вы там, к примеру, можете вручную, условно, так вот взять, заблокировать и за наивай его разблокировать. А именно устройство также будет отслеживать вашу зрительную активность. Помимо этого добавляется еще одна интересная тема, которая называется бесконтактные жесты. Я помню, когда вот была еще MIUI 9, когда там все пользовались кнопочной навигацией, ну или как она еще называется, на экранными кнопками. И вот нам добавляют там впервые жесты, все такие, воу, как это круто, там это удобно, ну и тому подобное. И вот сейчас у нас в HyperOS добавляются бесконтактные жесты. Ну, соответственно, из самого названия и так понятно, что мы можем с вами просто взмахом ладони там, допустим, что-то переключать. Ну вот, допустим, нам с вами приведены определенные моменты в плане там смахивания ладонью по горизонтали, смахивания ладонью по вертикали, выполнение движения двойного нажатия, а также круговое движение ладонью для того, чтобы скинуть звонок. И да, также хотелось бы отметить момент, что оно совместимо лишь только с медиаприложениями. То есть это музыка, TikTok, YouTube. Если вы там Spotify пользуетесь, то уже сюда оно может быть добавлено там дизером и так далее. Так что вот такие интересные бесконтактные жесты, которые в целом присутствуют в системе. И также еще от себя хочу сказать, что их реализация пока что, ну так, хромает. И надо еще ждать, когда вот пройдут определенные обновления и когда, в принципе, данную как бы идею допилят и ею можно будет пользоваться. Для тех, кто любит играться с искусственным интеллектом, также тут может добавиться интересная фича. Это у нас, конечно же, AI субтитры. Но опять же, есть небольшая такая незадача. И вам для того, чтобы получить данный раздел, ну или в принципе, как бы, чтобы им воспользоваться, необходимо разрешение тестера. Конечно же, они у меня есть, но для Xiaomi 14. Хотя, опять же, аккаунт у меня один, что здесь, что на Xiaomi 14. И как только я выбираю этот раздел, мне появляется просто уведомление о том, что у меня нет необходимых разрешений. Опять же, с чем это связано, или же разрешение только на одно устройство выдается, или вообще в принципе, как это работает, я, к сожалению, ответа не нашел. Но также вот на данном аппарате данная тема может стать доступной. А из всего остального, что тут у нас есть с вами в целом, то ничего нового по расширенным настройкам я отметить не могу. Ну а мы с вами теперь пройдемся по стандартным нам разделам. И также покажу, что интересного можно будет найти в новых обновлениях. Получается, относительно недавно вышла у нас новая версия приложения безопасность. Да, она в принципе по цифрам универсальная. Но вот на каждом смартфоне она будет открывать свои разделы. Ну, назовем это так. Допустим, на Xiaomi 14 это вид 1, а вот на POCO и в 6 это совершенно другой вид. Допустим, я выбираю такой раздел под названием «Параметры зарядки». И казалось бы, оно у нас уже с вами было, на канале я об этом рассказывал уже. Но вот как только мы с вами выбираем режим проводной зарядки, получаем 3 таких раздела. По умолчанию то, что у нас с вами есть сейчас. Пониженное напряжение может вызывать перегрев. И максимальная скорость также может вызывать перегрев. Хотя, опять же, при двух вот этих вот пониженном напряжении и максимальном нагреве, ну, ладно, хорошо допустим. Но, как бы так, как фишку, мы также это можем расценить. Потому что не на каждом устройстве вы можете эту тему встретить. Опять же, я в пример привел тот же Xiaomi 14. Опять же, казалось бы, там супер там флагман компании, как бы все новые фишки должны быть там. А вот именно по параметрам зарядки по третьему компоненту, эта тема есть лишь только на POCO F6. Также, что тут вы еще можете найти по защите батареи, это ограниченная зарядка. Также, не везде я эту тему встречал на новых смартфонах. И что оно позволяет нам сделать? Разрешать зарядку только до 80%, чтобы защитить батарею от износа. Да, если вы вообще в принципе в эту тему там... И да, если вы уж так более в эту тему углубитесь, посмотрите вообще там все эти приколы по износу батареи, по тому, как правильно заряжать. Ну, считается, что необходимо заряжать от 20% до 80%. Ну, и соответственно, ниже 20% батарею не разряжать. Некоторые говорят, от 40% до 80% заряжать, ну, чтобы как бы меньше износ батареи был. Но давайте будем честны, батарея это расходник. И также, как бы мы с вами не хотели продлить ее жизнь, увы, она у нас все так же останется расходником. И будет свою, ну, как бы жизнь или свои циклы расходовать. Что бы я еще мог такого отметить в данном обновлении, это появление раздела взаимосвязанность. В принципе, на смартфонах пока это, ну, не добавляли разработчики, и лишь только недавно это появляется. Но, опять же, данный раздел, как бы-то, он очень интересный. То ли проблема на смартфонах, то ли проблема на планшетах. Я, к сожалению, ответа также не нашел. Потому что у меня что Xiaomi 14, что Poco F6, с планшетом не хотят никак сопрягаться. И данная тема, как бы, ну, сейчас вообще, в принципе, нереализуема. Да, это так, это обидно, но я надеюсь, что разработчики учтут пожелания, как бы, трудяк, как это можно назвать. Также учтут отзывы, которые я им также отсылаю через соответствующее проложение, и они данную проблему в будущем исправят. Из еще дополнительного, над чем разработчики сейчас работают, это улучшенные текстуры. Также об этом я рассказывал на канале и вам демонстрировал наглядно. Но еще раз хочу на этом остановиться. Допустим, вы вырубаете данную опцию, выходите на рабочий стол, и вот сейчас вы на заднем фоне наблюдаете такие эскизы этих иконок, ну, или же просто их силуэты. Вас это может напрягать, потому что, ну, вот, допустим, когда вот эти у нас кругляшки на них накладываются, на ярлычки с рабочего стола, ну, немножечко так некомфортно это может выглядеть. Как только мы с вами возвращаемся в экран и яркость, активируем эти улучшенные текстуры, дальше выходим на рабочий стол, опускаем шторку, И вуаля, смотрите, у нас полноценное размытие происходит. Вы можете сказать, что это маркетинговая фишка, и да, это так. И я этого скрывать не буду, да потому что, ну, как бы, смысл вообще что-либо дополнительно тут делать, когда у нас и так есть размытие, но разработчики просто решают добавить дополнительный тумблерочек, чтобы мы вот получили с вами полноценное размытие. Хотя также изначально в той же MIUI, если вы вспомните, размытие было полноценное, без дополнительных переключателей. И напоследок хотел бы вам еще продемонстрировать тест в Geekbench. Кому будет интересно на примере вот Poco F6, какие у него показатели. Возможно, кто-то себе выбирает это устройство как основное на замену, там, я не знаю, Poco F1, F2 Pro, F3, F4, то есть вот на что вы можете рассчитывать. Нет гарантии, что разработчики там где-нибудь в перспективе не понерфят это устройство, как, допустим, тот же, там, Xiaomi Pad 6. Я также об этом и рассказывал, но, как бы, что есть, то есть, и от этого мы с вами отталкиваемся. Ну и что же, пора подвести итог. Наша теория о том, что там в новых смартфонах Xiaomi Redmi и Poco добавляется что-то новое, верна. И да, вы могли это заметить на примере Poco F6. Активное восприятие, там, бесконтактные жесты, там, появление фишек по типу взаимодействия, появление, там, фишек с батареей тому указывает, что разработчики делают ставку на новые устройства. Что касается более, там, старых устройствам или еще каких-то устройств, ну, тут вы понимаете, что им нужно будет ждать, когда же разработчики соизволят что-то новое добавить. Ну, а если вам приходит новое обновление, которое, там, от мая месяца, от июня месяца 24-го года, то я вам от себя рекомендую его установить, потому что там могут быть новые фишки, оптимизация и улучшение системы. Ну, а если я о чем-то забыл упомянуть, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok